ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не обрисовал, не рассказал, как ставить. Оказывается, где трахаться надо, никто не покажет. Вот я сейчас всю правду показал, как, что надо, какие проблемы, как трахаться. А потом ставить, оказывается, над кузовом регулировать, поднимать, опускать и смотреть. Ну, здорово, пацаны. Как вы видели, это канал моего отца. И кто еще не знает, что у него есть канал, переходите и подписывайтесь. Вот такое жогово у него постоянно. Не то, что у меня. У меня как-то все тихенько, да, глазенько. Иногда я, да, бомблю. Или там что-нибудь заикаюсь, что-нибудь ляпну. Но у отца это реально постоянно. Ладно. Ну, а теперь мы переходим к моей теме. Ребята, есть такая херня у тазов. Они ломаются. Вот. Был видос у меня, что машина глохнет. И именно на холодный глохнет. Пуск двигателя подымает не на полторы тысячи оборотов, а всего лишь на тысячу или на 800 оборотов. И постепенно, постепенно обороты падают на нет, и машина глохнет. Либо нужно сразу нажать на газ, либо заглушить и еще раз ее завести. Солнышко. Именно сейчас тебе надо вылезти. Блин, тут такие тучи. Тебе именно надо сейчас вылезти. Какой-то ты промежуток, сука, нашел. Ну, в общем, ребята, о чем речь? Тут солнышко мне еще мешает, зараза, моему трону. Думал, я там неисправные датчики, все дела. И то у меня еще херня зимы пошла, оказывается. Вот. Я заменил датчик хвостого хода за 700 рублей. Датчик положения дросселя за 270 рублей. Все взял оригинал. Все взял за воской. Не подделка, все классное. Вроде стало получше. Но все равно такая херня присутствует. Потом заменил бензин. Ездил на 92-м. Стал лет 95-й. 95-й залил. Да, слегка опять стало получше. Но уже не через раз, не через два, конечно, глохнет машина. Но раз в недельку это уже было. Сначала, ребята, я подумал, что это бензонасос. Я реально поехал к мастеру и начал его проверять. Давайте посмотрим, ребята, видос. Так, ребята, едем на станцию проверять бензонасос. Какое у него давление. Должно быть, по идее, 4 очка. Но херу знает. Если там давление будет малое, то придется мне заменить бензонасос. Так, вот на станцию. Ну, думаю, все обойдется. На четверке держится, да? Значит, не надо мне его менять. А как догадываешься, что должно быть? Нормально. Все нормально. Ну вот, как вы поняли, 4 очка это классно на рабочем. На заглушенном двигателе при включенном зажигании. А 3,8. Это показания нового, мать его, бензонасоса. И тут я вообще не понял, в чем беда. Думаю, ну, лучше, думаю, был бы бензонасос. Я бы его заменил бы и все. Но палка в двух концах. Да, ты знаешь причину, да? Но эта причина стоит 3 тысячи рублей. Я тогда бы потратился на 3 тысячи рублей. Вроде бы еду и рад, что не нужно такие деньги тратить. И еду, думаю, что за херня. Вот. И получилось так, что была причина в подсосе воздуха. Был видос, ребята, где я менял шланг абсорбера. Клапан абсорбера, который механический. И именно в стыках там шланги, они расслоились. Что, который идет после датчика в бак и до датчика. Вот. К дросселю. И они еще стали такие прям очень деревянные. Просто даже если бы они не треснули, они так и так бы пропускали воздух. Ну, так получилось то, что проблема была в 200 рублей. Вот и все. Надо реально следить за подкапотным пространством. Надо смотреть все патруфики. Надо смотреть все провода. Смотреть массы. И все у вас будет хорошо. И не нужно тратить никаких больших денег. Что мы сейчас и сделаем еще. У меня там иногда пропадает свет приборной панели. Не горит практически ничего, кроме индикаторов. Типа ручник там, маслонасос. Все дела. И именно я как проедусь по луже, туда захлестывает иногда. И сразу приборка гаснет. В чем косяк? Сейчас вы увидите. А вот и, собственно, сама проблема. Вот этот провод, он без клеммы идет, без ушка. И это плохо. Смотрите, здесь нет никакого контакта. Что там должно быть по заводу? Это какой-то колхоз, который был сделан до меня. Либо первый хозяин, что он вряд ли. Наверное, второй. Здесь должна быть вот такая хорошая минусовая клемма. Она накидывается вот сюда. И ходит все долго и счастливо. Но никак, никакую скрутку. Вот видите, как все здесь, все плохо. Очень плохо. Вот это не дело. Все, зачищаем. И соединяем. Здесь надо потолще провод. Но и здесь, в принципе, нормально. Его хватит. Зачищаем еще раз провода. Я их еще откусил. Некоторые уже сыпали здесь. Смысла нет уже с ними работать. Так. Все закручиваем. Каждый проводок. Здравствуй. Здрасте. И провод стал подринешь. Теперь здесь все нужно зачистить. Зачистить нужно вот это все шкуркой. Отмыть. И закрутить. Да, и добавить шайбу. Ну что, небольшим слоем здесь все смазываем. Так. Это у меня дополнительный минус. И закручиваем, ребята. Да, шайба, я еще раз говорю, слишком большая. Но главное, чтобы она хорошо прижала. Все. До удри не надо. Этого хватает. Только до тефлона не дошло. Жалко. Ну, пофиг. Зато ее откручивать будет лучше. Она повыше. Не слезы окиснет. Грани не слизываются. Хештег, ребята, занимаюсь полной херней. Смотрите. Здесь нет никакой шумоизоляции, грубо говоря. И хочу я сюда накидать войлок. Купил я хороший войлок. И думаю еще накидать его вот сюда. Здесь потому что у нас офигительные звуки. Слышно и коробку, и двигатель. И мне не хочется снимать печку, и делать шумоизоляцию, виброизоляцию, именно металлы. Я хочу просто накидать между тепловой защитой и печкой толстый слой войлока, который реально держит звук. Вот так вот. И туда. И туда все. Вот так. Залезет, не залезет, запихнем, не запихнем, засунем. Вот так вот туда все эти звуки. Ну вот и все. Запердолил. Только с этой стороны ничего не уместилось из-за того, что там вообще места нет. Просто там бачок неродной, и места нет. Кстати, этот бачок уже сыпется. Смотрите, там нажимаешь, и он уже трещит. Надо новый. О! Надо микрофон сюда положить. И около него. Все, там уже одни трещины пошли. Ханаю. Копеечка подъехала. Не знаю, что вы не оценили этот проект. Мой канал полностью его потянул. Не знаю. Четкая копейка. Красивая. Все в ней классно. Опа, стройка пошла. Все в ней супер. И дрифтил, и тюнинг делал, и устанавливал. Все тут классно, но не оценили. И из-за этого больше проектов я делать не хочу. Но если вы будете набирать тысячу лайков под каждым видосом, то здесь, ребята, будет жесткий атмосферник. Сюда я вкатаю тысяч, так вот, сорок. И можно сделать такой восьмиклоп, потому что шестнари будут завидовать. Ну вот и все. Вся проблема-то была, оказывается, здесь, по холостому ходу, в этом патрубке. Здесь, здесь, здесь. Еще который идет к дросселю. И проблема-минус была здесь. Ну и еще, может быть, где-нибудь еще, конечно, заморосило. Вы мне напишите, где здесь еще есть минуса. Чтобы в зиму все протянуть, все смазать, все сделать. Кто, если будет мучиться с оборотами, обратите внимание на эти шланги. Вот и все. Посос воздуха. И кто мучается с габаритами, фарами, с панелькой, с комбинацией, обратите внимание на эти все минуса. Кстати, это дополнительный минус. Он рулит. Вот. И эта херь очень меня спасает. Надеюсь, зимой разрядов глубоких не будет. С таким интегралом. Все, всем пока. Подписывайтесь на YouTube, на группу КАТС. Ссылочки, ребята, в описании. Завелся Фракенштейн. Что-то тут наколхозил. Всякие там, блин, херовины. Давно вы не видели мопед на моем канале. Давно. В общем, пап, ты поехал. А где камера? Все, готов к труду. Я в бароне. Я же не ездил после ремонта. После ремонта не ездил, да? Ну, тише работает намного. Да, не все, наверное. Заменишь потом. Поехали, ворон, сокол. Борон. Ладно, давайте. Давайте.